Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Представляем команды. Динамо Москва уже на площадке. Динамо Акбар с Казань выходит. Ну и чтобы, наверное, было попроще, будем говорить Москва и Казань, а то сломаем язык и запутаемся. Представлю судей сразу Александр Тубылов на вышке, первый арбитр из Ижевска, международная категория, арбитр международной категории. И помогает ему Сергей Артамонов из Уфы, всероссийская категория. Инспектор встречи Александр Бурилин в ФВВ Всероссийской Федерации волейбола и главный судья соревнований Сергей Валерьевич Титов. Человек, который много сделал для судейского цеха в российском волейболе. Председатель всероссийской коллегии судей и многолетний член комиссии ФВВ по правилам игры и судейству. Составы команд на ваших экранах. Указания пасует Евгения Старцева. По диагонали Фабрис. На приеме Бриссио и Арина Федоровцева. И в центре сетки Ирина Королева и Таисия Коновалова. Вот Бриссио на ваших экранах. Мексиканка. Одна из лучших. Ну а в чем-то даже лучшая. Например, на подаче. Потом скажу об этом. У Динамо Яна Щербань подает. Как и во вчерашней полуфинальной игре. Начинает Динамо с подачи Яны Щербань. И сразу блокирует. Саманту Фабрис. Игроки московского Динамо. Романова. Татьяна Романова на передаче. По диагонали с ней Наталья Гончарова. Естественно. В центре сетки Ирина Фетисова. Екатерина Йенина. И в доигровке Наталья Перейра. И Яна Щербань у московского Динамо. Либеранна Подкопаева. У Казани. Мария Бибина. У Динамо Москва. Главный тренер московского Динамо Желька Булатович. Помогает ему Дмитрий Дьяков и Дамир Колец. У Казани старший главный тренер Решат Гелезудинов. Помогает ему Сергей Сикачев и Алексей Королев. Все. Теперь волейбол. Динамо забивает первым темпом Екатерина Йенина. 2-1 впереди москвички. С 2009 года розыгрыш Кубка России среди женских команд посвящен памяти Гиви Ахпалидиане. Знаменитого советского и российского тренера, который приводил к многочисленным победам. Как мужскую, так и женскую сборную СССР. Выдающийся тренер. Таких очень мало. А может быть и нет совсем. А у нас есть и мы этим гордимся. Подкопаева контролировала мяч, но естественно не стала его играть, потому что он улетал в аут. Таисия Коновалова была на подаче. Наталья Перейра во вчерашней игре. Ну вообще надо сказать, что обе команды вчера выиграли по 3-0 у своих соперниц. И сегодня состоялся матч за третье место. И бронзовые медали выиграли волейболисты Краснодарского Динамо. Обыграли они Ленинградку. В этом утешительном финале, в утешительном поединке за третье место. Ну а Ленинградка впервые за 12 лет попала в финал четырех Кубка России. Это тоже большое достижение для команды из Питера. 3-3 равная борьба Евгения Старцева. Ну здесь, в этих двух командах, собраны лучшие игроки и российского волейбола, и иностранного. Поэтому есть на что посмотреть. И, конечно, я думаю, динамовки Москвы не забыли прошлогодний финал в Казани, который они проиграли со счетом 1-3. И захотят взять реванш у команды из Казани у себя на площадке в Москве. Ну а Казань, конечно, не захочет отдавать трофей. Казань захочет дальше продолжать держать его у себя, что естественно. И битва, на мой взгляд, ожидается очень серьезная. Саманта Бриссио. Две Саманты, как на подбор у Казани. Ну поэтому уже имя оставим в покое. Будем говорить Бриссио и Фабрис. Вот Бриссио на подаче. У нее силовая. Она лидер по эйсам в Суперлиге. У нее 20 эйсов. И первое место в списке подающих игроков женской Суперлиги Париматч. Сейчас пока ваут. Но вы посмотрите, насколько этот подброс быстрый, насколько удар быстрый. Техника мужская в большей степени, чем женская. Гибридный такой подброс. И, конечно, принимать такую подачу очень сложно, если она попадает в поле. Ирина Королева еще один рекордсмен, но только уже по блокам в Российской Суперлиге. На первом месте Ирина с 63-мя блоками в Российском чемпионате. Ну и вот, видите, в общем, собраны лучшие. Это действительно так. Пока Казань 2 ошибки на подаче вал. Но счет ровный. Борьба только завязывается. Наталья Гончарова провела вчера замечательную игру в полуфинале. Напомню, Казань выиграла у Краснодарского «Динамо». Вот Танислав Шевченко, президент Всероссийской Федерации волейбола. И рядом с ним главный тренер женской сборной Серджио Бузата. С интересом наблюдают за этим поединком. Саманта Фабрис, 6-6. И тоже в прыжке. Но уже посмотрите, совершенно другой подброс. Высокий. Ну а такие подачи, которые подает Бриссио. Ну, честно, Александр Михайлович Еременко, да. Генеральный секретарь Российской Федерации волейбола. В общем, все заинтересованные люди на этой игре. Ну, финал Кубка, честно говоря, такое событие, как финал Кубка России, где разыгрывается первый титул в сезоне. Бывает только один раз в году. Ну, прям как праздник Новый год, да. Вот. Которого мы с нетерпением ждем. И недаром финал Кубка проводится обычно в конце декабря, в преддверии этого самого Нового года. Подводятся какие-то итоги календарного года. И есть возможность завоевать первый титул уже текущего сезона. Арина Федоровцева 16 лет. Звезда уже, на мой взгляд, ну давайте, ладно, не будем. Очень громко звездочка казанской команды. Ну а безусловная звезда молодежного волейбола, где она доминирует над всем миром, по-моему. Ну а в Казани играет не последнюю роль. Сейчас не получилось в защите. Вчера Арина, значит, Казань, я говорил, выиграла у Краснодара. И Динамо Москва выиграла у Ленинградки. Вчера по 3-0 закончились эти игры. И в этих играх больше всех очков у Казани набрала, естественно, Саманта Фабрис. 22 очка. А на втором месте как раз Арина Федоровцева. Да, нет, не Бриссио, не Саманта Бриссио. А именно Арина Федоровцева молодая. Набрала 12 очков и была вторым бомбардиром в своей команде. Не попадает Фабрис в площадку. Показывает идеальная передача. Ну тогда попадай, если идеальная. У Динамо больше всех очков, естественно, так же, как и у Казани, набрала Наталья Гончарова. 18. И на втором месте Наталья Перейра. Вот здесь более очевидно, да, то есть, казалось бы, Бриссио должна быть на втором месте у Казани. Нет. Федоровцева, а у Динамо все штатно. И на втором месте с 13 очками Наталья Перейра во вчерашнем полуфинале. Таисия Коновалова. Хороший прием Яны Щербань. Штык попадает Наталья Гончарова. Не дошла Королева до крайнего. И в эту щелочку как раз очень удачно попадает Наталья Гончарова. Ну, наверное, мне кажется, увидела, да, потому что очень уверенно не стала бы бить Наталья в шестую зону, если бы видела, что она закрыта. А вот не справляется с приемом Бриссио. И будет хорошая атака у Динамо. Московского. Это 11 очко еще и в лицо попадает от защиты, от рикошета Фабрис в глаз, прям, видите, Федоровцева. Это очень неприятно и больно. Терпи, Арина. Да, это как раз Федоровцева не справилась с приемом. А нет, у нее было второе касание, значит, все-таки Бриссио. И решатки Лизудина в первый перерыв. Динамо Акбарс в первой партии. Послушаем тренера. Очень громко в зале, ничего не слышу, что говорит решатки Лизудинов. Может быть вы слышали. я не слышу несмотря на то что зрители ним не так много зрителей естественно в рамках ограничения по коронавирусу но вот оформлен зал таким образом что есть на креслах фотографии зрителей но и кажется что зал заполнен практически до отказа это не так но тем не менее все равно шумно и хорошая организация хорошая звуковая поддержка ну и болельщики тоже свой вклад в это дело вносит 12 8 впереди московская динамо почти подняла я на щербань этот мяч защите саманта фабрис отмечается хорошей атакой да не могу мимо гончаровой видите удар по линии а прошел мяч посмотрите где с краю с краю между руками гончаровой антенной редко такую видишь когда бьют по 6 зоне обычно когда мяч проходит вот в этом месте удар направляется в линию ирина фетисова не забивает и возвращает королева и назад этот мяч скидывала фетисова но королева вернула этот мяч и вот здесь конечно гончарова не разобралась на кого-то рассчитывала наталья а мячка летел к ней в руки сейчас принимает сама наталья гончарова и быстро в двоечку не забивает перейра страхует анна подкопаева очень быстро играет фабрис ну и хорошая атака у москвичек должна получиться нет долгий розыгрыш 3 услышала фабрис подсказали ей партнеры по команде что три блока не рискуй но и кто же забьет кто-то забьет или будет ошибка нет наверное все таки это больше удар в трос чем блок московской команды а может быть и то и другое вот такие розыгрыши длинные в женском волейболе очень часто заканчиваются не выигрышем кого-то а именно что проигрышем от усталости от того что уже больше нет сил может быть по этой причине может быть по другой но тем не менее такой часто бывает 13 10 из высокого мяча фабриса из четвертой зоны тоже неплохо чувствует себя королева вдвоем встречают и все-таки забивает саманта фабрис но вот это большой мастер да посмотрите практически без разбега не в неудобной для себя ситуации из четвертой зоны все-таки нашла вариант при котором ну безнадежный казалось бы мяч до попадает в какую-то точку руки натальи гончаровой и от этой точки мяч отскакивает в аут но а в принципе блок гончарова и фетисова это приличная стена которую не каждому удается обойти защите старцева но она подкопаева вынимает пока все что можно низкая передача для прессию не успела она к этой атаке но зато хороший блок яна щербань пыталась отыграться по линии и там саманта фабрис перенесла правую руку нет не здесь здесь подкопаева а вот здесь до правая рука фабрис и фетисова стоит близко к сетке нужно на метр дальше для того чтобы страховать полноценно страховать такой отскок 12-13 догоняет казань и бриссио со своего вот этого подброса посмотрите и очень прилично даровцева не забивает я на щербань не смутил ее тот поставленный блок тот мяч который и заблокировали из высокого мяча что очень важно опять же хочу повторить мысль о том что определяющим фактором в игре равных команд большей степени является то кто больше забьет лучше сыграет именно на высоких мячах на организованном блоке да вот эти быстрые мячи ну есть что сказать про казань то есть вот так как играет фабрис не играет никто не у нас чемпионате и мало кто в мире очень быстрая передачи и очень быстро они в прошлом сезоне со старцевой эту передачу нашли что очень непросто потому что это все-таки за голову пасовать они вперед надо иметь ввиду ну и можно отметить вот этот подброс и эту подачу саманты фабрис которая тоже ну у нас безусловно никто так не подает такой гибридный подброс которого можно подавать и флот и силовую подачу но фабрис под бриссио подает в основном силовую но в мире наверняка кто-то такой еще есть ну вот давайте полюбуемся теми вещами которые не часто видим в нашем чемпионате арена федоровцева в защите бибина и почти почти выиграла щербань в очередной раз но старцева была в защите хороша отчаянно будет борется щербань все ей но вот сейчас гончарова ну просто подкопая его конечно в последнюю секунду под мячом оказалось екатерина енина горяча в атаке в первой партии все что отдали все забила ну и не ошибается надо сказать романова в этих передачах бывали моменты когда то неудобно то низко то не в темп сейчас все в темп все как надо и между блокирующими не дошла к навалова не успела пристроиться опять быстро фабрис и что здесь здесь удар ваут будет ли просмотр будет у решата гелезуддинова давайте послушаем что это за просмотр нам должны объявить вот судья секретарь все нам рассказал это то нововведение которое я считаю очень полезным и правильным и внес его вот мне кажется именно с этого турнира именно сергей валерьевич титов который понял о том что вот эти бывают длительные просмотры когда зрители не понимают что происходит и телезрители и зрители в зале но и конечно если им объяснить что просматривают то интерес к этому процессу повышается но и мы становимся какими-то участниками этого процесса данном случае ничего не было гончарова продолжает подавать 17 13 неплохое преимущество московского динамо в первой партии щербань в атаке хороша в первой партии посмотрите не не помню я ни одного мяча который бы я на забивала на одном блоке на какой-то быстрой передачи все и приходится атаковать на организованном и находит находит она варианты для реализации этих атак второй перерыв казани но и послушаем решата гелезуддинова ну спасибо нашим звукорежиссерам я по крайней мере расслышал решата гелезуддинова ну и теперь надеюсь будем слышать всех тренеров потому что на мой взгляд это важный момент в игре когда мы опять же становимся какими-то такими свидетелями соучастниками безусловно нет но свидетелями вот этого таинства которое открывается нам только во время игр общения тренера с игроками на тренировочном процессе конечно мы никто не присутствуем и вот это вот командную кухню изнутри мы можем увидеть только на этих играх поэтому я думаю это дорогого стоит федоровцева забивает из четвертой зоны посмотрите как высоко она хватает какая легкая какая пластичная ну не хочу я ничего сглазить но прям глаза радуются смотря на эту девушку двойная замена у казани уходит старцева и фабрис и выходит девятый номер на передачу сейчас будет подавать первую зону елизавета попова а по диагонали татьяна кадочкина двойная замена при счете 14 18 4 очка разрыв первой партии его надо сокращать и решат гелезудинов считает что это двойная замена должна помочь посмотрим долгое время была травмирована старцева и елизавета попова играла от звонка до звонка как говорится без замен много много игр и в чемпионате и не только поэтому игровая практика у нее есть но татьяна кадочкина в обойме команды то она то федоровцева то котикова вот такая идет ротация между этими тремя молодыми очень талантливыми я бы сказал будущем нашего женского волейбола поэтому посмотрим как сработает эта замена арина федоровцева 15 19 без замен играют либера подкопаем на постоянной основе указание бибина у москвы и здесь скинула в блок перейра после блока мяч отлетел в нее же и после нее уже приземлился в аут вот такая замысловатая траектория была у этой атаки но брейковое очко казань взяла силовая подача три человека в составе казани подают силовую первый мяч не забила енина еще один блок страховка динамо но борется борется команды не на жизнь а на смерть это настоящий финал пока это выглядит именно так ну и конечно исключать исключать собственные ошибки для того чтобы было лучше качественнее и приятнее наблюдать за волейболом а не за ошибками во вчерашней игре динамо акбарс допустила 20 собственных ошибок за три партии что немало немало прямо скажем динамо москва поменьше 14 сейчас мы видим видео челлендж а кто запрашивал никто потому что ничего не объявили и у нас как вы видите на графике ничего нет вполне вероятно что мог и судья взять просмотр такая опция тоже возможно если судья не уверен в каком-то эпизоде в каком-то моменте главный арбитр может взять видео челлендж судейский и просмотреть какой-то эпизод для того чтобы принять корректное решение если есть какое-то сомнение а как ну давайте сейчас послушаем я потом закончу свои мысли так сейчас очень интересный момент оказывается вот такой был запрос на касание пола и судьи его не нашли негодует жилька булатович не согласен он с судейским решением но мяч отдали казанин так вот как я уже сказал сезон 2004-2005 начался настоящий такой кубок россии соревнование приобрело спортивный такой интерес и появился такой настоящий у него спортивный статус и вот с этого момента динамо акбарс казань выигрывала кубок россии пять раз сейчас перерыв московского динамо а московское динамо четыре раза послушаем жилька булатовича ну никак я не закончу эту мысль в общем очень быстро пять раз выигрывала кубок казань четыре раза московское динамо поэтому сегодня у москвичек есть реальный шанс сравнять счет по этому показателю ну а казаночек уйти в отрыв ну и по крайней мере минимум на один сезон стать недосягаемыми для москвы а именно не секрет что последние десятилетия именно между этими командами разыгрываются практически все титулы в нашем женском волейболе но вот это противостояние является украшением нашего внутреннего чемпионата и кубка на месте бриссио очень быстро играет казань попова вы посмотрите если бы так вот не очень вглядываться кто пасовал очень похоже на старцеву да то есть ну может быть манера не знаю но по крайней мере траектория передачи ничуть не изменилась с выходом поповой это говорит о том что вот такое единообразие которое естественно вырабатывается в тренировочном процессе Екатерина Енина лютует в первой партии один раз только не удалось ей забить все остальное до пола но и вот когда уже двоем к ней пришли она еще умудрилась скинуть скинуть результативно скинуть зрячее видела что делает понимала ну а сейчас вместо нее выходит Анна Клемец на подачу диагональная из Белоруссии из Уралочки перешла как и Татьяна Романова в этом сезоне в московское Динамо но это видимо усиление подачи ну не видимо а точно по крайней мере Жилько Булатович на это рассчитывает вверх выбивает бриссио самой же атаковать накатывает не рискует и и забивает Перейро когда ты не рискуешь в атаке ты должна затруднить прием вернее защиту а когда ты накатываешь в глубину площадки в пятую зону где сейчас Либера не было но он там должен стоять то это ошибка нужно укорачивать нужно делать скидку за блок можно придумать еще миллион вариантов для того чтобы усложнить защиту чтобы команда которая защищалась после того как ты не забила играла с высокого мяча а не с быстрого а что получилось бриссио накатила в пятую зону идеальная доводка оттуда и Наталья Перейро забила на быстром мяче вернулась Старцева вернулась Фабрис надо вырывать эту партию Казани но Москва борется просто вы посмотрите как да как в последний раз и так и должно быть в финале какой-то невыразительный но в то же самое время очень полезный и очень правильной скидкой выигрывает Коновалова этот мяч ну и за красоту два очка они дают как угодно лишь бы на табло циферка поменялась в большую сторону с твоей стороны да посмотрите вот ну такая а вот сейчас меняет как раз Анна Котикова на подаче Таисию Коновалову ну что-то мне подсказывает что это еще одна подача в прыжке или нет нет это флот но неплохой и Щербань справляется с приемом отлично Ваут Гончарова но показывает касание блока вся команда жестикулирует и семафорит буквально Желька Булатович и возьми челлендж ну и конечно он его возьмет и уже понятно не нужно ждать объявления по залу чтобы понять что здесь будут просматривать касание блока потому что мяч улетел далеко-далеко Ваут но вся команда Динамо и вот Наталья Гончарова в первую очередь которая атаковала видели это касание и посмотрим насколько они были правы но обычно когда вся команда видит но редко случается ситуация при которой все сразу ошибаются но все бывает посмотрим касание блока сложная сложная история для судей поэтому приготовьтесь к длительному просмотру вот Екатерина Орлова на ваших экранах Мария Бабешина это запасные это запасные Софья Кузнецова запасные московского Динамо и Сергей Артамонов отдает мяч московскому Динамо потому что касание блока было действительно Гончарова увидела его первое потом его увидели все остальные москвички и мяч московскому Динамо Наталья забивает важный для своей команды мяч 22-19 Татьяна Романова будет подавать у Москвы Хороший прием идеальный прием у Федоровцева и посмотрите какая быстрая передача но успевает на эту Перейра на эту быстрющую передачу потому что заранее ее ждала на блоке а сейчас скидка Перейры на месте Бибина не ждала Королева и очень зря не ждала Старцева скрыла свою передачу неожиданно сыграла Евгения Старцева а Королева не ждала но выигрывает тем не менее блоком казанит очко и в руки Старцевой попадает да Евгения Старцева закрыла линию Перейры попадает именно в нее 20-22 ничего не решено но Казани будет тяжело Ирина Фетисова принимает сама ну и Наталья Гончарова без шансов по первой зоне вот опять ситуация при которой в первой зоне нет игрока никто там ее не защищает игрок первой зоны идет страховать и при этом блокирующие открывают первую зону спускают нападающего чисто в линию не понимаю вот этих вот вещей и вчера в игре это часто бывало и сегодня это уже мы видим Ирина Фетисова в очередной раз показывает что в другую сторону надо нападать когда она на передней линии 24-24 сетбола Москвы и Наталья Перейры на подаче сетку три съема три возможности у московского Динамо выиграть сет со своего приема но на подачи но на подачи Саманта Бриссио если ей удастся серия ее лучшая подача то не все потеряно для Казани посмотрим первая полетела но идеальный прием Фетисова хотел сказать забивает нет там под Капаева ну а сейчас будет вторая попытка Щербань не очень хорошо довела Гончаровой на два блока а могла бы быть на один если бы Ваут била Федоровцева Щербань сыграла в защите опять длинный розыгрыш но что сейчас ошибка будет или выигрыш нет сейчас выигрыш потому что не такой был длинный розыгрыш если бы еще пару раз туда-сюда тогда бы была ошибка ну а сейчас Саманта Фабрис забивает чисто от блока мяч Ваут и посмотрим у кого у Яны Щербой в край руки очень сложно контролировать эту ситуацию ну тут совет такой может дать тренер что либо ты уже открывай линию больше и оставляй там защитник там Либера либо уже эту линию закрывай опять Подкопаева Фетисова два раза без блока два раза не забивает Анна Подкопаева геройствует в защите в пятой зоне ну а сейчас быстро и на месте на месте заранее уходит крайне блокирующий московского Динамо на эту передачу Фабрис это единственно верное решение которое может быть в этой ситуации 25-22 выигрывает Динамо Москва у Казани первую партию суперфинал не в смысле суперфинал а супер.финал очень хороший имеется ввиду перерыв за субтитры за субтитры 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 в Марию Бибину прием у Динамо великолепный 70% позитивного приема что это хороший прием Москвы или слабая подача Казани может быть и то и другое 45 только позитива в приеме у Казани и 27 у Бриссио позитивного приема это конечно мало по 67 у Подкопаевой и Федоровцевой но в них не подают подают в Бриссио 11 Саманту 6 Варину и 3 Ванну Подкопаеву ну понятно Подкопаеву старается обойти стороной это совершенно верно как хорошо разобрали москвички Казанская Динамо Акбарс потому что посмотрите вот эта быстрая передача подразумевает ну вообще практически игру без блока а Фабрисы атакуют практически всегда с одним уже железобетонно а еще и второй там иногда иногда да успевает но это говорит о том что знают москвички откуда будет атака у Казани и пока блок несмотря на то что больше блоков у Казани но блок Москвы ведь не только килл блок определяет игру команды на блоке да 5-3 Казань впереди по блокам но много смягчений много направленных ударов в неудобную для нападающего зону ну и пока мне вот ну два блока в первой партии это уже 5-5 по блокам то есть Москва уже сравняла ну а в счете пока не сравнивает ситуацию Казань 1-3 а было 0-3 и нужно добавлять команде Решата Гелезудинова но это опытные бойцы это опытные люди это люди много чего выигравшие и как команда и как персонали поэтому надеяться на то что они опустят руки я думаю выглядит как нереальная ситуация этого не произойдет эйс Саманты Фабрис в какой-то степени подтверждает мои слова да это вот многолетний либера казанского динамо Елена Ежова была сейчас на ваших экранах ну здесь понятно что мало зрителей по причине ограничений ну и добрая половина из этих зрителей это специалисты любители и в общем знакомые все лица 3-3 дворец спорта динамо на улице Василисы Кожаной прекрасное новейшее спортивное сооружение ну я думаю по телевизионной картинке вы тоже это ощущаете 4-3 динамо впереди Ирина Фетисова забивает первым темпом тоже не очень убедительно не очень уверенно в первой партии не все у Ирины получалось с атакой во второй забивает первый же мяч по линии опять два блока у Фабрис но что-то надо думать старцевой потому что Фабрис с этой быстрой передачи посмотрите двоем заранее уходит двойным блоком но сейчас чуть-чуть не успела Наталья левую руку развернуть в площадку а так был бы очередной блок у Ирины сейчас удар и не кто-нибудь ошибается Наталья Перейра у москвичек в первой партии ни одной ошибки в атаке удивительно но факт и очень факт отрадный для Москвы две ошибки в атаке у Казани это была Саманта Фабрис два раза она не ошибка имеется ввиду не удар в блок а удар в аут сетку и так далее вот такая в принципе безошибочная игра обеих команд и предполагалось изначально потому что это наши лучшие команды потому что это финал Кубка России и мы видим волейбол высокого уровня скидывает Гончарова начинают начинают понимать наши девушки а может быть некоторые уже и поняли сейчас конечно ошибка заднюю линию кто-то должен контролировать из игроков нельзя вот такой отскок чтобы падал потому что этот мяч не проигран в атаке это был отыгрыш а я говорил о том что научились или уже умеют наши девушки не проигрывать заведомо сложные мячи терпеть играть надежно играть в волейбол это тенденция тот уровень который сейчас во всем мире в общем-то тот стиль который проповедуется в мировом волейболе а вот эта ошибка чистая в атаке 6-6 Фетисова подает кстати ей могло быть низко и неудобно я про это говорил но это не неудобно значит что надо бить вал неудобно неудобная передача королевой может намного она выше хватать этот мяч и пайп занизила чуть Евгения Старцева такой небольшой отрезочек из таких да посмотрите мяч от верхнего троса не сильно отлетел неудобный прием рискует Старцева попытается играть разнообразно и неожиданно но не всегда получается сыграть по качеству хорошо и удобно для своих нападающих ну а вот здесь все по-другому потому что идеальный прием и сегодня Екатерина Йенина просто не дает шансов из 5-4 забила в первой партии и продолжает посмотрите до пола причем сама сама обыгрывает сама переводит влево особо никто даже не прокидывал ей в сторону мяч она сама смахнула и кистью и рукой этот мяч обдела блок очень хорошо пока смотрится Йенина в атаке но пора уже и Королевой дать тут высоту которая ей нужна и вот со второй попытки а если брать предыдущую атаку то с третьей делает это Евгения Старцева и вы посмотрите по сути дела не испытывает особых проблем чтобы забить этот мяч просто выше блока по задней линии Ирина Королева но просто восхищает меня сегодня игра Екатерины Йениной потому что это удары различные и фаст и фаст между зон и взлет и если на фасте у нее два блока она один раз скинула а сейчас прижала и выкинула ну просто уже не знаю пять разных атак или шесть разных атак именно что разных потому что они совершенно разные совершил Йенина но и практически все их забило большего-большего конечно наверное ожидает тренер Решат Гелезудинов от Бриссио мне так кажется потому что ну не совсем убедительно мексиканка в этой игре обычно она лидер а это Ирина Королева батарейка любой команды и сборной и Казани ну и конечно батарейка имеется ввиду потому что заряжает потому что раньше была заряжка заряжает ну а этой защитой просто конечно зарядила перерыв Динамо Москва динамо динамо редко такое бывает но бывает когда игроки что-то обсуждают тренером они просто слушают но в данном случае состоялся именно такой диалог Ирина Королева после феноменальной защиты защиты кстати говоря очень обидно вот ей не напишут выигранное очко как и Либера если бы Либера стоял в пятой зоне такое тоже мы иногда видим что от защиты Либера мяч сразу же приземляется на площадку без какого-либо касания на площадку соперников и это пишется как ошибка соперника а не как твое выигранное очко Аталия Перейра 9-10 напряженная вторая партия ну и кто уйдет в отрыв Катерина Енина еще и в защите играет ну просто сегодня ее день однозначно Фабрис что-то придумывает что-то выкручивается очень ее жалко потому что привыкла она атаковать на разорванном и одиночном блоке ну а сейчас просто между рук просто ошиблась Перейра да еще ударила в ухо Фетисову локтем ну а Фабрис жалко потому что вот это еще раз повторяю вот это ее игра вот это ее взаимодействие с Евгением Старцевой подразумевает что не будет успевать блок и будет он лететь и будет он разорван и так далее ну а в случае с Динамо Москва картина вы видите совершенно другая и динамовки раз за разом успевают к на к Саманте Фабрис и приходится ей выдумывать новые новые какие-то вещи для того чтобы выигрывать мячи в атаке попадает Бриссио да и вот именно этого от нее ждут в Казани именно такие высокие мячи пожарные ну во первых у нас будет просмотр и берет его Жилько Булатович но не уверены москвички в том что мяч попал в аут ну а мы посмотрим нам все покажет но пока здесь просматривают блок я могу сказать такую интересную деталь я вчера комментировал полуфинал с участием московского Динамо и сказал сущую правду что Наталья Гончарова на третьем месте идет в Суперлиге париматч по набранным очкам 236 захожу сегодня туда же посмотреть как обстоят дела и смотрю что Гончарова на четвертом месте думаю что за чудеса а оказалось что вчера состоялась перенесенная игра второго тура у нас произошло событие неординарное но которое случается приходится Александру Тубылову поучаствовать в просмотре и принять решение вот главный арбитр спустился с вышки не пришли к консенсусу Сергей Титов и Сергей Артамонов но теперь Александру Тубылову ладно короче говоря вчера состоялась игра где Заречи 2-3 проиграла Менчанке затяжной матч в котором Юлия Коренчук доигровщица Заречи набрала 20 очков и опередила Наталью Гончарова теперь у Коренчук 248 и она на третьем месте а Гончарова на четвертом у нее 236 вот так вот интересно бывает ну а Саманта Бриссио идет на пятом месте по набору очков у нее 224 но это вот то что в командах лидеры я говорил просто начинала говорить о Фабрис она лидер в своей команде по набору очков и от нее ждут большего посмотрите мяч в ауте фиксируют судьи не зафиксировали они касание никакой частью мяча вот этой линии и отдают мяч московскому Динамо вот так бывает такое решение принял Александр Тубылов а решат Герезудинов что-то ну в общем да тут недовольные недовольные и несогласные казанские и волейболистки и тренер и что-то у нас будет опять такое ощущение что будет еще один просмотр да у Казани будет еще один просмотр то есть просмотр на просмотр да такая есть история взял Жилько Булатович просмотр и ему сказали окей ты прав мяч тебе а в этот момент тренер противоборствующей команды в данном случае решат Герезудинов может взять просмотр на просмотр и какую-то ошибку до того спросить ну может быть в данном случае касание ну я вот не расслышал касание блоком сетки скорее всего так ну сейчас узнаем вот а касание блока касание блока касание блока просил посмотреть да то есть вот тот мяч который упал в аут по судейскому решению это было после а до того еще могло быть касание блока именно его просил увидеть решат Герезудинов нет не увидели ни того ни другого в общем все все отдали московскому динамо ну значит так оно и было 11-11 по линии бибина на месте а тут и подкопаева показывает что она ничуть не хуже но абриссию надо забивать или не рисковать а вот так отдавать просто в руки блокирующим это слишком просто но тем более если там ирина фетисова наталья гончарова я говорил что вот это пара блокирующих на мой взгляд сильнейшая когда они в паре у нас в чемпионате ну давайте ладно не будем никого не бежать скажем одна из сильнейших ну а в сборной точно сильнейшая гончарова в 2 фетисова в 3 для всех большая преграда и проблема проблема и преграда забивает таисия коновалова опять так чиркает никак она не дотянется до этого мяча чуть-чуть завышает старцева но все равно забивает и в первой партии был такой мяч и сейчас мы видим во второй неважно как главное что 12-12 бриссио на подаче хороший удар гончаровой наталья гончарова показывает что она ну я не знаю что там говорить про оптимальную не оптимальную может быть она еще и лучше может но пока на этом турнире выглядит очень прилично лидер и капитан московского динамо у я не сказал капитан евгения старцева у казани спасают мяч казанские волейболистки фетисова первым тэпом сама себя страхует яна щербань в этой игре пытается пытается найти линию очень много атак яна проводит по линии фетисова тут телескопическую руку знаете такая указка была раньше у учителей которая значит ручка но вытягивается чтобы к доске прийти показать вот такую же руку сейчас вытащила из кармана ирина фетисова и не дала мячу перелететь потом блок яны щербань а сейчас не справляется с приемом и передача с той стороны да сандр тубылов четко зафиксировал мяч перелетал дала ему перелететь романова а потом уже до него дотянулась это было четко видно если бы раньше прыгнула если бы попыталась перехватить этот мяч вот тогда бы ошибки могло не быть сейчас она была 14 13 зуб зуб шаг в шаг чтобы не говорить неприятное для телевидения слово сочетание наверное вы догадываетесь о каком я говорю у 15-13 четвертое место несмотря на то что очень много игр Петисова пропустила четвертое место она занимает по праву ну а здесь в кои-то веки без блока бросили Фабрис это опрометчиво Евгения Старцева ничего не стала менять как загружала Фабрис так и загружает а потому что Перейра хорошо уходила Фабрис а Щербань зачем-то ее бросила Перерыв Жельки Булатовича послушаем может быть он об этом же и говорит давай давай все это наши стандарты Пойдем раз два три включаем смотрите сейчас первый второй начинаем с левой Дамир Колец беседует хорватский специалист тренер по ОФП сборной России и входит в тренерский штаб московского Динамо беседовал сейчас с Натальей Перейро именно Наталья Перейро перекрыла кислород Саманти Фабрис в первой партии ну а вот Яна Щербань у нее не так все очевидно с блокированием Фабрис и 16-13 три очка это много Таисия Коновалова Яну Щербань подают пока справляется Щербань с приемом и да вот это направление излюбленной Яны Щербань почему она от него отказалась непонятно и получила несколько раз скилл блок ну а по пятой зоне по высоте очень высоко хватает хорошая у Яны техника длинную диагональ плотный хороший удар именно то что нужно московскому Динамо Ирина Фетисова на подаче может быть и ваут уходил но принимает Анна Подкопаева чтобы не рисковать а Саманта Фабрис продолжает использовать Яну Щербань на блоке и не столько ее руки она уходила от этих рук сколько неправильная не вовремя не по месту поставленный блок Яны Щербань я уже говорил Перей расправлялась гораздо лучше укороченная в Йенину и за уход сразу заранее два блока на Щербань хорошая тактика простая но хорошая ну а сейчас Гончарова в доигровке из два по два Наталья не дает усомниться в своем высоком уровне когда заряжена когда настроена сложно остановить Наталью Гончарову смотрите этот перевод фирменный с прямого разбега не знаете бывает косой разбег в сетке тогда уже тебе меньше переводить а Гончарова разбегается под 90 градусов и очень круто переводит влево это ее фирменный удар Хорошая высота Заряжка забила хотел сказать нет не забила и ошибается Фабриз касается сетки ну посмотрите ну проигранный уже мяч ну все 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 пропало у московского Динамо нет боролась команда до конца и зарабатывает очко чем-то недоволен решат Гелезуддинов а что тут может быть какое двоякое толкование касание сетки у Фабриз было очевидно когда она боролась на сетке и пыталась сыграть этот мяч ну а сейчас Александр Тубылов успокаивает а какой-то Евгений Старцев показывает что подбивали мяч некорректно ну ладно судя ничего этого не зафиксировали Тубылов скорее всего говорит о том что не нужно так себя резко вести тренеру казанской команды а иначе последуют санкции и капитан в лице Евгений Старцевой донес это все до решата Гелезуддинова Арина Федоровцева давно не видели мы ее в атаке вот сейчас но не результативно а сейчас не успела увернуться да мяч попал в трос и может быть и скорее всего уходил в аут но не сориентировалась Федоровцева и попал мяч в нее в плечо 17-17 Динамо сравнивает счет а буквально минуту 48 назад было отставание у Динамо в три очка смягчают Королеву но и блокирует Наталью Гончарову посмотрите команды действительно знают друг друга ну просто как как родных Королевы два блока у Фабрис два блока у Гончаровой два блока все знают что будет происходить вот интересная игра и интересно чем все это закончится и Даровцева на пять почти от Копаева если бы не она забила в Щербань а здесь Бибина ну практически достала этот мяч не знаю из всего того что я видел в женском волейболе в этом сезоне это лучшая игра по содержанию по наполнению контентом вот скажем такую мудрую мудрую модную фразу вот в общем сегодня контент соответствует уровню соревнования финал есть финал 19-17 Казань впереди не ошибается Федоровцева но хороша на приеме а вот уже теперь извините Подкопаева знает про эти скидки и контролирует их а Королева знает про эти байпы и тоже их контролирует сразу радость сразу празднование это неплохая скидка это не Йенина которая что-то сделала не так это замечательная игра Подкопаевой и не менее замечательная на блоке которая прочитала исполнила отловила один в один лидера динамовских атак диагонали Щербань на месте Подкопаева ну и Бибина тоже но у них соревнования кто больше поднимет мячей в защите Федоровцева правильно хорошо выбрала место и здесь Йенина конечно ошиблась ну как ошиблась не видела она что ей будет поставлен этот блок этот мяч нужно было разыгрывать не нужно было бить переходящий потому что заранее вместе с перелетом мяча на ту сторону Фабрис пошла ставить этот блок ну и это было по сути дела безнадежно для Екатерины Йениной такой мяч не забивается замена вместо Яны Щербань у московского Динамо вышла Наталья Кроткова разыгралась Казань и причем вы знаете выскажу свое предположение о том что разыгралась Казань не от атаки начало все получаться в атаке а именно от защиты много начали поднимать мячей поймали кураж поймали уверенность ничего не может добить московская Динамо не потому что плохо и слабо бьет а потому что Казань играет замечательно в защите и после этого пошло и в атаки и везде ну посмотрите ну как этот мяч можно поднять ну это просто нереально а это все-таки происходит и происходит на наших глазах именно Анна Подкопаева и уже не первый раз а по-моему третий или четвертый без блока поднимает взлет ну что за чудеса посмотрите что это было понятно что здесь ну повезло не повезло но надо выбрать место нужно успеть поставить эти руки еще и вверху они внизу но не знаю высший пилотаж челлендж у Динамо Москва опять не услышал что но сейчас увидим очень быстро судьи разобрались касание блока касание блока да касание блока мяч отдается московскому Динамо вот так вот так вот выигрывает джелька булатович свой просмотр и Наталья Кроткова будет подавать в Динамо первая ее подача в этой игре только вышла на замену очень быстро очень быстро я бы даже сказал низко в край на Фабрисио ну а это ошибка Фабрис ну не попало по мячу такое бывает это даже даже сложно упрекнуть это знаете на что похоже когда у связующего мяч между руками проскальзывает а это происходит не потому что связующий криворукий и пасовать не умеет а потому что мяч мокрый после приема принимающих и такое очень часто случается перерыв Динамо Акбарс Казань послушаем решата Герезудинова ну просто нужно скорее всего было остановить московская Динамо и перерыв был взят ради этого три очка перед перевес Динамо Казань в концовке второй партии казалось бы много но для того чтобы выиграть партию нужно приложить немало усилий казанским волейболисткам Динамо Москва будет бороться тоже до конца как и Казань в первой партии боролась до конца этот блок как раз оттуда будем бороться до конца и уже два очка перевес Казани и вот сейчас уже нет опять Перейра посмотрите как только Перейра на передней линии ничего Фабрис не может сделать в атаке как только была Щербань гуляла как хотела вот вам крайне блокирующий повторяет Кинчарова в защите забивает Брисио наверное у многих ёкнуло сердце как-то так мяч летел что мог и не попасть в площадку но наверное это обман зрения давайте посмотрим хотя нет очень близко к линии не обман зрения там сантиметры какие-то ещё чуть-чуть и был баут 23-20 высокий мяч Перейра забивает нет там Анны Подкопаевой которая скорее всего этот мяч подтащила бы Ирина Заряжка не удалось это сделать Ирине Королёвой не удалось это сделать Вместо Йенины на подачу выходит Климец видели мы такую замену в первой партии ну и кстати неплохо тогда по-моему подала Анна не выиграла чисто но по-моему затруднила посмотрим как сейчас а сейчас очень приличная подача не справляется Брисио ну Арина Федоровцева ну мне хочется верить что она видела открытый угол первой зоны давайте скажем что она его видела через руки ну похоже вот по этому повтору что и видела Анна Котикова вместо Саманты Фабрис на подачу три сетбола у Казани один мяч нужно выиграть волейболисткам Динамо Акбарс для того чтобы сравнять счет в этом поединке Анна Котикова не будет атаки и не будет никакой атаки не перебивает Наталья Перейра выигрывает Динамо Казань вторую партию сравнивает счет ух финал из финалов давайте передохнем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 И я могу даже предположить Почему она это умеет хорошо делать Потому что она из Бразилии И потому что там Если не каждый первый То каждый второй играет Такую быструю игру И для Натальи Перейры Не составляет труда Быстренько уйти в край К своему нападающему Ну а здесь что-то вообще Как же так? Неужели совсем нельзя было перебросить? То, что передача отвратительная Было понятно Уже в середине ее пролета этой передаче когда она наверное дал пролетела вот здесь ну да наверное наверно даже не перебросить согласен 63 есть 2 есть я говорю о том что команды и та и другая не балуют нас эйсами сегодня но вот вторую фабрис и указание 2 и у фабрис только она пока подавала эйсы динамо акбарс перерыв жилька ватовича при счете 3 7 и 1 Я под строкой Слинина, они их две девочки. Пусть Слинина, это я отрестую жалить. Сейчас, друзья, батл болельщиков. У нас Лидии немного осталось, чтобы кто-то знает. Девочки, которые активно Казань поддерживают, давай в микрофон. И те, кто поддерживает Казань, подхватывают. Берем. Желька Булатович крупным планом, сербский специалист. Работал он уже в штабе московского «Динамо». Но, правда, как помощник Зорна Терзыча, который был главным тренером. Ну и в прошлом сезоне привлекли уже по ходу сезона Желька Булатовича стать главным тренером московского «Динамо». Гончарова повыше, да, Старцева показывает. Вот здесь вот мячик пролетел над моими руками. Да, не между блоком, а чуть-чуть повыше. Могла Федоровцева поднимать в защите. Хорошая подача у Перейры. Наталья Гончарова как удивительно подняла этот мяч. Опять длинный розыгрыш. Опять чем закончится. Очень интересно. Терпит Гончарова, но терпит так. С угрозой терпит. Скидка была резкая. Если уж Анна подкопаивать с ней не справилась, значит там было с чем не справиться. Нужно страховать. Потому что сейчас Фабрис было неудобно. И она не играла на выигрыше. Это нужно понимать с партнером по команде. Но и уже не первый раз падает мяч в пустую. Пустое место на площадке у Казани. Федоровцева сейчас на месте была. Поднимает этот мяч Романова. Будет вторая попытка с хорошего приема атаки у Казани. Быстро в край. И вообще ничего. Да, связующие обменялись такими реверансами. Поснула Романова так, что Гончарова даже не смогла перебросить. Но Старцева постову еще получше. Что даже не коснулось этого мяча Бриссио. Вот такое волнение. Опытные люди. Причем и Старцева и Романова. Это две основные связующих нашей сборной России. Два основных кандидата на поездку в Токио на Олимпийские игры. И вот такие ошибки. Как объяснить? Конечно, волнение. Не думаю, что усталость. Всего лишь третья партия. Хотя второй игровой день подряд. Но, наверное, в большей степени волнение. Бриссио отыграла за тот мяч. Убила мяч по линии. Не забила, а убила. Потому что слишком сильно было по линии. И в очередной раз там у Динамо никого нет. Никто линию не защищает. И она открыта. Широкий для Щербань. Все равно справляется Яна. Находит руки Коноваловой. Но это ошибка блока. Но должно быть минимум смягчения. Уж никак не блок-аут. Так неудобно было Щербань атаковать. 8-8. Номер Натальи Гончаровой. Восьмерка. Две восьмерки на табло. Это аут. Большой аут от Ирины Фетисовой. Таисия Коновалова. Центральный нападающий. Центральный блокирующий. Казанского Динамо. Акбарс. Сняла Перейра буквально с рук. Этот мяч у Яны Щербань. И будет возможность для брейка у Казани. Щербань на месте. А теперь Романова на месте. Ну посмотрите что творится. Ну не дают мячу упасть после убойных атак. Игроки московского Динамо. И еще раз Романова в защите. И еще раз почти достала. Ну просто я не знаю. Романова в защите. Раз, два, три. Хоп, хоп, хоп. Именно что не знаю. Что очень хорошо играют команды. Не знаю, потому что редко такое хорошо увидишь. Радуется глаз. 10-8. от блока вал перчарова и в кого она попала показывает нам королева может быть потому что именно в руки да похоже что от рук ирины королевой да ну не знаю что там показывает большой палец королева блокаут это наверное не все-таки не очень хорошо высота федоровцева есть но мощи пока не хватает что там щербан нет это аут любила походу все забивала я на щербань что привязалась к этой линии то блоком ее закроют при ударе в линию то в аут попадет а вход но если не все то многое забила не знаю в чем дело тем более знаю что ущербан любимое направление ходовое 11 9 казань кирилл короче на евгений ну и сразу будет организованный блок на гончарова старцева в защите вот эта тактика она еще раз повторяю достаточно просто подать укороченную исключить первый темп быструю игру и уходить к лидеру двойным организованным блоком страхует романова опять у нас затяжная ситуация у кого сетка видите как только долго жди ошибки соперника главное не ошибиться самому с первого раза со второго не получилось забить все теперь жди либо идеальная должна быть ситуация хотя заряжка сейчас мяч в аут выкинула если не касание сетки динамовых на блоке динамовых москвы то очкова или на заряжка сопернику отдала еще раз укорочены еще раз в енину а тут работают принципы и система такая сам принял сам забил вы нам нас такой тактикой а мы вам против этой тактики вот так вот сам принял сам забил ну хорошая хорошая вот эта связка потому что играли вместе в урал очки и екатерина енина тоже перешла из урал очки в московской динамо и мы видим что сразу три человека из прошлого состава урал очки в рядах теперь московского динамо а здесь арина федоровцева опять высоко опять быстро и в данном случае пустое место площадки да когда связующий уверен и сыгран хорошо с каким-то нападающим можно творить чудеса опять по 1 федоровцева подает и первая ошибка перейра такой такая подобная то есть закончил старая партия именно то что наталья не перебила мяч через сетку и сейчас вот этот накат пришелся в середину сетки и и не перелетел джекабулатович тайм-аут а а а Ну, в большей степени поддерживает своих игроков, чем что-то с них требует Жилько Булатович. А Арина Федоровцева будет продолжать подавать после перерыва. Две подачи у нее неплохо получились. Сейчас после перерыва для нее важнее. Вот вы сейчас видели на своих экранах кубок России, за которые борются команды. А для Федоровцева важно сейчас подать любую. Может быть, не сильно рисковать, но не проиграть. Справляется с этим Арина. Старцева в защите. Великолепно вытаскивает этот мяч. А сейчас Бриссию. И Старцева еще и поднимает. Ну, что творится? Что творится на волейбольной площадке? И блок работает казанского «Динамо Акбарс». Ну, защищались, конечно, самоотверженно и очень умело игроки «Динамо Акбарс». Но и за это были вознаграждены вот этой редкой атакой в блок от Екатерины Йениной. Потому что в этой игре она чаще забивает, чем проигрывает. От блока отыгрывается Фабрис. И это 16-10. И это много. Не то, что оправилась после проигранной первой партии казанская «Динамо Акбарс». А оправилась так, что прям встала на какие-то такие чемпионские рельсы. Показывает уровень команды, которая не собирается расставаться с Кубком России. И подтверждает это игрой. Марина Бабешина вышла у «Динамо». Прямая замена связующей. Сразу атака Натальи Гончаровой. Первый пайп в этой игре для Гончаровой. Не подключала в центре сетки задней линии Романова-Гончарова. Подключила Бабешина. Не совсем готова оказалась в такой комбинации Натальи Гончаровой. На мой взгляд. Высокий мяч на Перейра. Дает качество Марина Бабешина. Ничего не усложняет. Этого достаточно для того, чтобы опытный и умелый нападающий, такой как Наталья Перейра, обыгрывала двойной блок. 11-17. Катерина Йенина. Долго готовится к подаче. Низко над сеткой. Почему в Подкопаеву? Загадка. Анна Подкопаева. Сильнейшее звено в этой команде, что касается приема и защиты. Долго-долго Йенина готовилась. Долго выцеливала. И попала в самую надежную принимающую. Как следствие, хороший прием. Дальше идет хорошая передача. И завершение Саманта Бриссио. 18-11. Королева выбивает с приема Бибину. И будет хорошая атака у Казани. И это Фабрис. Просто сбивает с ног Марию Бибину. Либера, которая боролась на равных. В какой-то момент с Анной Подкопаевой. Но вот сейчас не подняла этот мяч. А Королева подала эйс. Почти эйс. И я скажу, что на восьмом месте Ирина Королева. Если Бриссио на первом с 20 эйсами в Суперлиге париматч. То Королева на восьмом месте. Что тоже попадание в первую десятку всегда престижно. У нее 13 эйсов. Поэтому подача Ирины Королевой это не абы что. И если кто-то ошибается после ее подачи. А вот Таисия Коновалова показывает, что в стиле Ирины Фетисовой она может блокировать. И мяч будет отскакивать вот именно так. И замена еще у московского Динамо. Да, счет, конечно, уже разгромный. 20-11. Вместо Перейры вышла Софья Кузнецова. Вот она сейчас будет в атаке. Ну и сразу попадает под точно такой же блок Таисии Коноваловой. Которая свою статистику на блоке за эту минуту серьезно увеличила и поправила в лучшую сторону. Ну а здесь прямолинейный удар. Да, Коновалова хороша. Снесла руки. И вот этот открытый стык не использует. Два раза не использовала Перейры, не использовала Кузнецова. А стык-то был открыт. Королева. Такой мяч она уже выиграла в предыдущей партии. Ну а сейчас Кузнецова выигрывает. От блока, по-моему, все той же Коноваловой. Но когда-то это должно было случиться. Не могла же Коновалова чехлить всех вечно. 21-12. Марина Вабешина. Чемпионка мира. Опытнейшая связующая. Высокий мяч будет у Гончаровой. Откопаева это все контролирует. Для нее это не проблема. А вот теперь повыше. Но неудобно близко к сетке. Тем не менее выигрывает Аталия Гончарова. И вот первый раз, когда пасовала Бибина снизу при первой атаке Гончаровой, хотел я сказать, что если ты уже снизу пасуешь, да уже пасуй ты повыше. Уже пусть у нее будет время разбежаться, посмотреть, все обдумать. Да, все-таки не нужно, когда ты снизу пасуешь, из глубины площадки ускорять эту передачу и делать ее такой средней. Ни высокой, ни низкой. Уже дай в гору. И пусть этот человек разбирается. По линии. Вот эта быстрая передача на Фабриз. Я говорил, что она сопряжена с ИС. Большим риском ее сложно исполнить. И если блок пойдет заранее, сложно забить. Но у Фабриз есть два направления. Не всегда так бывает. У нее четкий удар по линии и четкий удар по ходу. Ну, а куда еще бьют? Но именно люди, которые забивают Таисия Коновалова, теперь уже надежно. До этого все царапало. Люди, которые играют в волейбол, меня поймут. Да, ярко выраженный удар по линии. И потом ярко выраженный удар даже не по диагонали, а по короткой диагонали. Вы представляете, какой отрыв? Это разрыв между этими ударами. Но если взять угол пятой зоны удар по линии, и где-то вот в 4 метра, значит, с 2 по 2 удар, то это где-то метров, наверное, 8-9. Получится расстояние между этими двумя ударами. И чтобы их заблокировать, нужно совершенно по-разному поставить блок. И чтобы их отзащищать, эти удары, нужно совершенно по-разному поставить защиты. И вот Фабрис периодически показывает, что эти два направления у нее есть. Ну, а сейчас использовала она. Давайте посмотрим, что она использовала. Отсюда мы не увидим. Но, по-моему, что-то напоминает мне 6-ю зону. Но опять Гончарова и Фетисова, только уже с другого края сетки. И я говорил, что это всегда очень хорошо для блока, если за твою команду играют такие блокирующие. Софья Кузнецова на подаче оставила ее до конца. Ох, Бабешина спасает этот мяч. Ну, а здесь нужно поднимать Саманти Фабрис. И вышла страховать, и не подстраховала. Очень интересно. А чего ж так доделала? Смотрите, она уже... Ну, сейчас будет, если момент, да, здесь великолепная защита Бабешины. И вот страхует Фабрис. Вы ее видите, она стоит за блоком. Это только позиция для страховки, больше не для чего. И не поднимает вот эту полускидку, полунакат. Очень странно. Федоровцева меняет Котикова на задней линии. Ну, а Софья Кузнецова подача в прыжке. Надо проявлять себя. Новобранка Динамо. Ух ты проявила-то. Если нам продлят... Продлят вот эту траекторию полета мяча, то мы увидим, что аж за статистиков перелетел этот мяч. Ну, и честно говоря, не каждый это сможет сделать. Потому что не у каждого хватит сил туда добить. С этой точки зрения подача у Софьи Кузнецовой была выдающейся. Но не для этой игры, не для волейбола. Мяч оказался в ауте. 24-15. Множество сетболов у Казани. И 2-1 сейчас Казань поведет. Прямо сейчас она это сделает. Прямо сейчас поведет 2-1. И третья партия 25-15. Это не то же самое, что было в первых двух. Это уже не напряженная борьба. Это доминирование Динамо-Акбар с Казань. И победа за явным преимуществом. 2-1. Впереди Казань. Перерыв. Субтитры подогнал «Симон» И, короче говоря, неполноценно. А Ирина Фетисова вообще не смогла выйти. Потому что была так травмирована, что не смогла принять участие в игре. Вот на таком фоне 3-1 боролась московская Динамо в Казани против Казани. И проиграла ту игру. И Казань стала заслуженной. Я ни в коем случае не хочу сказать, что... Не поймите меня неправильно. Но я просто рассказываю хронологию событий, как оно было на самом деле. А сейчас все немножечко по-другому. Играют в Москве все здоровые московского Динамо. У Казани тоже, по-моему. Фу-фу-фу. И с одной, короче, и с другой стороны все в порядке со здоровьем игроков. И поэтому здесь уже кто сильнее, тот и выиграет. Пока сильнее Динамо Акбар с Казань. Московская Динамо в полном составе, без каких-либо ограничений. Проигрывает. 1-2. Четвертая партия. Давайте теперь можно пару слов сказать об общей, наверное, уже статистике. Наверное, в меньшей степени нас интересует статистика третьей партии. Потому что тут понятно. Казань молодец. А вот сейчас и Перейра пустила без блока Фабриса. И это очень странно. Я скажу, почему она ее пустила. Потому что на передней линии была Заряжка. На передней линии была Ирина Королева. И именно, да, Фетисова-то поднималась с Королевой. А Перейра хотела помочь. И это не надо делать. Королева справится одна. Ой, Фетисова справится одна. Даже если не справится. Вот такая атака Фабрис приводит вот к этому блоку. К тому, что игрок получает уверенность. И всю игру дисциплинированно Наталья Перейра противостояла, противодействовала на блоке Фабриса. Мы видели, как это было эффективно. Ну, а сейчас почему-то поменяла тактику. Так вот, что касается общей статистики. 15 очков Натальи Гончаровой 36% эффективности. 34 у Динамо Москва по команде процент эффективности в атаке. 35 всего лишь на 1% больше у Казани. И 17 очков у Саманты Фабрис. А 16... А 16 у Саманты Бриссио. Вот так вот. Все остальные помогают, как могут. 7 Коновалова, 7 Федоровцева, 7 Королева. Что могу, то помогу. Чем могу, тем помогу. Ну, а у Динамо 12 Перейра, 8 Йенина. И все. И больше помогать некому, потому что Фетисова 5. Щербань 5. И, собственно говоря, если Фабрис помогает Бриссио и еще очень прилично вся команда, то Гончаровой, кроме Перейры, и чуть-чуть Йениной не помогает никто. Ну, или остальные не помогают. Вот такая разница, то, из чего складывается эта игра, мне так кажется. Повторяю, высказываю только свою точку зрения, никому ее не навязываю. Ну, как говорится, то, что вижу, то пою. Саванта Фабрис разыгралась. И, конечно, по всей видимости, если ничего не поменяется, отчего оно должно поменяться, станет лучшим бомбардиром своей команды. Но если только Бриссио не подаст каких-нибудь 5 сумасшедших эйсов подряд, то, я думаю, Фабрис станет топ-скорер Динамо Акбарс этого финала, независимо от его результата. Попадает в линию Ирина Фетисова, зажигает ваут боковой. Реагирует на этот жест флажка Александр Тубылов, но не согласны Ирина Фетисова и Джелька. Булатович берет, конечно же, просмотр. Если тебя основной твой игрок после своей же атаки просит взять и посмотреть, как правило, тренер... Хотя Булатович стоял по этой линии, он сам мог видеть, между прочим. И сам мог видеть, что Фетисова попала. Не знаю. Сейчас узнаем. Поле аут очень быстро, как правило, просматривается. 6-2 пока на табло. И если был мяч в поле, тогда будет 5-3, и это почти равная игра. Что-то долго почему-то. Поле аут, неужели опять это будет рекорд, если еще раз Тубылову спускаться с вышки. Нет, разобрались. Ну, мяч в аут, а че ж так долго смотрели, конечно, аут. Но вот Ирина Фетисова настаивала на том, что поле. Кстати говоря, в четвертом туре 3 октября, давно-давно в прошлой жизни, играли эти команды в Казани. И тогда 3-2 праздновала победу как раз московская «Динамо». Причем игра была, ну, просто от ножа. Я вам сейчас озвучу счет, и у вас закружится голова. Первую партию выиграла Казань 25-20. Это единственное, что было не на больше-меньше. Потом Москва 28-26, Москва 25-23, Казань 25-23 четвертую. И 15-13 Москва пятую. Представляете, что это была за игра? И тогда москвички были сильнее, играя в Казани. Сейчас пока сильнее Казань, играя в Москве. Но та была игра обычная, каких много в чемпионате России. А это финал Кубка. Немножко другой статус. И другая ответственность. «Динамо» не будет сдаваться. И не будет сдаваться прежде всего Наталья Гончарова. Набирает четвертое очко для своей команды. Ну и странно, вот при такой статистике, при такой, в общем-то, не очень, ну, убедительной игре. В атаке Яны Щербань. Она продолжает находиться на площадке. И много раз показывала Наталье Кроткову, что может выйти и заменить Яну. Но Жилько Булатович к этой замене не прибегает. Пока все на месте. Те, которые начинали. В этих игроков верит Булатович. И Щербань отвечает. Всю игру она эту линию искала. Найти не могла. Но вот четвертой партии нашла. Блокаут по первой зоне. Отыгрывает Яна Щербань. Мяч достается Решату Гелезудинову. Это аут. Наталья Перейра. 7-5. Очень-очень близко подобрались. Но ошибаются на подаче. Игроки московского Динамо. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Это оправданный риск. Здесь ничего нельзя предъявить Перейры. Потому что, я говорю, 5-10 сантиметров низко над сеткой. Быстро летящий мяч. И принимающие могут принять. И мяч может оборваться. А вот это... А вот это Саманта Бриссио. Да, это ее подача. И именно поэтому она number one в российской суперлиге пари-матч по количеству эйсов. Вот так это выглядит. Первый раз я увидел Саманту в 2015 году. В Италии было дело. Ну, и тогда уже она у меня произвела грандиозное впечатление. Думаю, вот это будет что-то. Она в Италии играла уже тогда. Ну, мексиканкой в Италии. То есть, хорошо обученная, хорошо знающая, хорошо понимающая волейбол. Потому что в Италии этому много уделяется внимания. Еще раз повторю, вчера говорил в репортаже. Почитайте, пожалуйста, интервью Светланы Крючковой. Двухкратной чемпионки мира. Сейчас играющий тренер Ленинградки в Спортэкспрессе. Вышла накануне ее большое интервью. Почитайте, что она говорит про наш женский волейбол, про его современность, про его... В общем, про многое, чего там интересно будет узнать. Ну, вот, короче, Саманта Бриссио хорошо обучена. Ну, и плюс неординарная техника, неординарные физические данные. Быстрая, взрывная, скоростная, прыгучая. Все при ней. И вот такие эйсы, какие она подавала в такой манере. Потому что эйсы каждый может подавать. А вот в такой манере, когда просто провожают взглядом, и мяч в поле попадает чисто. Ну, не каждый может себе такое позволить. Не каждый это умеет. Блокаут. Судей показывают после атаки Яны Щербай. И мне тоже так показалось. Но Казань берет челлендж. И попадает в поле мяч, представляете? Ну да. Конечно, я сижу не около площадки. Мне не все хорошо видно. Но мяч, тем не менее, попал в поле. А это значит киллблок на Яне Щербань. И еще один повод подумать о замене Яны. Серджо Бузата, Александр Еременко. Ильхам Рахматуллин. Один из руководителей обоих казанских коллективов. И женского, и мужского. Через неделю будет мужской финал в Санкт-Петербурге. Но сначала полуфинал, естественно. В котором казанский «Зенит» будет встречаться с петербургским «Зенитом». С «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Это будет второй полуфинал. А в первом «Динамо Москва» сыграет с новосибирским локомотивом. В мужской части Кубка России нет игры за третье место. Поэтому на следующий день это все будет 25-го в пятницу. А 26-го в субботу будет финал в Питере. Поставьте себе напоминание. Что надо это посмотреть. Бибина хорошо. Опять у нас долгий розыгрыш. Ну что у нас там с ошибками? Нет, выигрывает чисто. Ошибается. Гончарова пропустила этот мяч. Подумала, что вау. А могла спокойно Наталья его сыграть. Без каких-либо проблем. Но показалось ей, что этот мяч тетит вау. Чисто выиграла Федоровцева. Кеннис Старцева. Ну, кстати, да, вот я так краем прошелся. Потому что по той ситуации, что играют два связующих, две связующих сборной России. А это же, помимо всего прочего, еще и конкурентки. Потому что, ну, наверное, наверное, все-таки с точки зрения поехать на Олимпийские игры, наверное, на сегодняшний день это две наших сильнейшие связующие, безусловно. А вот кто из них в сборной будет первый, кто второй, вот здесь уже будет определять, во-первых, конечно, Сержио Бузата, главный тренер, ну и игра самих волейболисток. И вот каждое такое противостояние, которое мы сейчас наблюдаем, как говорится, лицо-лицо, face-to-face, оно тоже накладывает определенный отпечаток. В жизни они могут быть подругами, я не знаю, как на самом деле, но на площадке это конкуренты. 11-8, Казань впереди. И потихонечку, потихонечку приближает момент. Не, ну вот так не приблизишь, если будешь подавать в сетку. Только хотел сказать, приближает момент, когда можно будет второй раз подряд поднять кубок над головой. Но нет-нет, до этого еще далеко. 9-11, Яна Щербань на подаче. А это аут. Яна Щербань вроде бы и неплохо выбрала место в углу, в диагонали, в первой зоне. Хотя, может быть, там должна была стоять и Наталья Гончарова, а может быть и нет. В зависимости от той тактики и от той схемы защиты, которую выбрала московская «Динамо» под руководством Желька Булатовича. Но, тем не менее, Щербань тот мяч не подняла, а этот мяч Перейро забивает 4 по 4 и уже не справляется с защитой Бриссио. Ну, а мяч был, можно сказать, что и в руках. Котикова вместо Федоровцевой на заднюю линию. Привычная замена. Не вижу, если нет никакого недомогания, не вижу никакой проблемы, если Котикова и на передней потом окажется. Но здесь ошибка в приеме, можно сказать, чистая. И легкая очко московского «Динамо». Поправляет статистику Ирина Фетисова. Плотную московское «Динамо» подошло к «Динамо» Казанскому. А это очень быстро. И Гончарова стояла в линии. Вот что значит стоять в линии. Не пойти заранее страховать, стоять, играть в защите. И даже такой, казалось бы, убойный мяч можно поднимать, если ты правильно стоишь. И вот чуть-чуть на талии не удалось. Вот это движение немножечко она сделала в сторону. А если бы вверх, мяч подлетел бы над ней или в центр площадки, можно было бы его доигрывать. Это к разговору о том, что идти заранее страховать это не всегда правильно, а может быть и всегда неправильно. Фетисова все делает правильно и забивает взлет по пятой зоне без какого-либо сопротивления. Ушла Королева после своей подачи. Место у нее Подкопаева. А вот сейчас Щербин хорошо выбрала место и правильно сыграла. А низко Гончаровой. А это не повод, чтобы не забить. А по линии можно быстро смахнуть вправо и найти там руку блокирующего и забить этот мяч. И Саманта Бриссио, посмотрите, да. От ее пальчика мяч отлетает. И сейчас был недоигран эпизод в защите. Сейчас недоигран эпизод на блоке. А сейчас ошибка на приеме. Потому что ничего не могла сделать Старцева. Перелетал мяч на ту сторону. Ну и по сути вот это такие они не очевидные, не ошибки, которые будут записаны в статистику. Но это те ошибки, которые приводят к тому, что Динамо выходит вперед. А теперь Ахбарсу надо догонять. Перелыв. Динамо Ахбарс. Переход. Поднимай. Подачи. Самое главное. Контратака. Качка контратаки. Вызгарпетит. Не отык. Понятно? Держать свою контратаку. Врезать. Понятно? Поехали. Погнали. Ну и не поспоришь. Контратака важнейший элемент волейбола. Потому что, как правило, контратака это брейковое очко. А уж если у тебя есть хорошая контратака, хорошо доведенная, тогда, конечно, ей нужно распоряжаться где-то близко процентом к 90 результативности. Если хочешь выигрывать. Ну ладно. 90 загнул. 80. Что тоже немало. Татьяна Романова подает у Динамо. Саманту Бриссио. Хотел сказать очень низко, но Бриссио успевает на эту передачу. И за счет того, что низко, не успел блок, Гончарова не дошла до антенны в линию. Опять же в пустую линию. Романова страхует. Но, видимо, такая динамовская тактика. И здесь ничего нельзя поделать. Пустое место. Бей сколько хочешь. А значит, скидка это то, что мы считаем важнее. И то, что не должно проходить. Но пока я вижу, что ударов гораздо больше, чем скидок. И все эти удары в незащищенное место попадают в первую зону, в которой никто не стоит. Переходящий мяч Бриссио возвращает преимущество Казань. Ну и сейчас у нас будут, по всей видимости, качели до конца этой партии. Если она будет последней. Ну и, скорее всего, до конца игры, если эта партия не закончится победой казанского Динамо Акбарс. Потому что сейчас самое пекло, самое масло. И сейчас именно то, ради чего все здесь собрались. В ближайшее время определится, кто станет победителем Кубка России 2020 года. 15-15. Четвертая партия. Перейры на подаче. Котикова. Уверенный прием. Ошибается Фабрис. Давно мы не видели чистых ошибок ни у той, ни у другой команде. Ну вот они. Без них никак. И теперь уже впереди московская Динамо. Ну покатаемся на качелях. Покачаемся, покатаемся. Как правильно, не знаю. Кто что хочет, тот и сделает с этими качелями. Ну а команды будут бороться за победу. Смягчает Гончарову тоже. Задние линии. Неужели вторая подряд? Вторая подряд ошибка Саманты Фабрис. И это чересчур. Это перебор. Да, тут причем очевидная ошибка. Непопадание огромное. Ни по блоку, ни по... Ни по блоку, ни в поле. И сразу двойная замена. Но здесь и Старцеву можно упрекнуть. Две вот эти передачи были неочевидные. И не сказать, чтобы диктовала игра. И что-либо. Потому что, объясню, Саманта Фабрис хороша, когда она на передней линии с этими быстрыми передачами. А когда на задней, это совсем другая песня. А сейчас она была именно на задней линии. Ну, в общем, вышла Попова и Кадочкина на двойную замену у Казани. Ну а Москва впереди 17-15. Эти две ошибки могут очень дорого стоить казанской команде. Пока Фабрис сокращает разницу в счете до одного очка. И сама идет на подачу. Ну а вы помните, что такое подача Саманты Брисио. Федоровцева на переднюю линию вместо Котиковой. Все-таки пока Арина Федоровцева для Решата Гелезудинова предпочтительная с точки зрения атаки и блока, чем Анна Котикова. А может быть, еще раз повторю, какое-то недомогание. Ну а теперь Брисио. В Бибину и та хороша на приеме. Ну а передача не очень получила Сураманова. Отведенный мяч от сетки. Тяжело Кадочкина. И вот это отсутствие опыта, да. Тяжелый мяч из глубины, высокий, наорганизованный блок. Ну если бы ты была на площадке, если бы ты была в огне, если бы ты была размята, и до этого уже набрала 20 очков и провела бы 40 атак, тогда да. Ну это твоя первая атака. И ты берешь на себя смелость вот так рисковать, тем более риском ты особо это не назовешь. Ну и сейчас вторая неудачная ситуация в атаке у Кадочкиной. И ошибка Щербаль. Смотрите, пошли, пошли. Ошибки стоят с другой стороны. А это уже, наверное, усталость. Если я сказал, что ошибки связующих в третьей партии, это, наверное, нервы, то, наверное, вот эти ошибки в атаке у нападающих, это в большей степени уже накопившаяся усталость. Потому что через 5 минут будет 2 часа, как команды находятся на площадке. И это второй игровой день подряд. И несмотря на то, что вчера было 3-0-3-0 у той и у другой команды, достаточно, будем так, откровенно, легкие победы. Тем не менее, на этой дистанции, на долгой дистанции чемпионата России мы не привыкли, наша команда не привыкла, что, естественно, играть подряд. Потому что у нас не туровая система. Система разъездов. Сыграл, уехал. Отдохнул, сыграл еще. Ну а когда подряд, это уже система сборных команд. Система, вот сейчас проводятся эти пузыри безопасности в Лиге Чемпионов, когда 3 игры подряд. В общем, ладно. Кому это все интересно? Финал Кубка России. Надо доставать последние силы, какие у тебя есть. И добиваться результата здесь и сейчас, несмотря ни на что. Что там у нас с просмотром? Касание блока не было. Фиксируют судьи. И мяч отдается казанскому «Динамо Акбарс». А это значит, что счет у нас 17-18. Ну, будем говорить, что счет почти равный. Тяжелый ущерб. И пользуется этим Ирина Королева сравнивает счет. Попадает в центрального блокирующего. Вот эта замена, о которой я говорил. На мой взгляд, она напрашивалась несколько раньше, но это мое видение. У Жилька Булатовича другое. И именно сейчас при счете 18-18, когда уже нет права на ошибку. Он выпускает Наталью Кроткову. А можно это было сделать чуть пораньше. И у Натальи было бы время войти в игру и к концовке подойти уже во всеоружие. Сейчас этого времени у Кротковой нет, но может быть оно ей и не нужно. Посмотрим. Пока ошибается Коновалова на подаче. И еще раз повторяю. Пошли, пошли ошибки. Третья партия. Начало четвертый. Конец второй. Практически как-то вот без ошибок играли команды. В основном за счет мастерства, выигрывая какие-то эпизоды, а не за счет ошибки соперника. Вот и Федоровцева не так высоко стала подпрыгивать. Да, Кроткова показывает, что мне не надо разминаться. Вы меня только поставьте на площадку. И я вот так ударю. И забью. Мимо блока. Даже, еще раз говорю, если не справляется Подкопаева, значит что-то в этом ударе есть. Если не справляется Фетисова на блоке, значит что-то в этом ударе есть. Поэтому тут все зависит от того, кто тебе противостоит. И если уже лучшие не могут справиться с твоим ударом, значит удар был серьезный. 20-18, Динамо впереди. Заявка на пятую партию. Достает Перейры мяч. Нет, не забивает, оставляет в игре Кроткова. Низко Гончаровой. И блокирует Федоровцеву. Динамо настроено побаловать нас тайбрейком. Ну а мы не против. Перерыв Казани. Друзья, сейчас предлагаю... ...при счете 18-21. ...и просто направление. Здесь нерваные. Еще полгода. Контр-атака. Они придут за кухню. Надо разрушить. На счастье. На счастье. Ты готова? Сами активные получат на тебя. ЖК. Вот посмотрите. Три очка от перевес московского Динамо. А с чего начался рывок московского Динамо, чтобы иметь этот перевес? С неподачи Таисии Коноваловой. Кто об этом помнит? Никто. А я вас уверяю, именно с этого начался рывок московского Динамо. Потому что при счете 18-18 надо мячик на ту сторону перебивать. Тем более, если ты не рискуешь. А Таисия Коновалова не обладает такой подачей, которая там сносит всех, как у Брисио. Вот откуда ноги растут. Ошибается Федоровцева на приеме. Некто сама себя не спасет, потому что невозможно было. Заступ. Мне уже, о, как обидно для Перейры. Потому что все практически было сделано правильно. И мяч, наверное, выигрывался бы, если бы не этот заступ. Первый, я скажу, заступ. Нападал упать до этого Перейра, по-моему, несколько раз. Если не заступала. Первый заступ. Тоже говорит об усталости. Это мы видели уже, когда Енина принимает. И когда она сама нападает после своего приема, мы видели, у нее очень неплохо получается. Сейчас Романова перестраховалась. Не стала рисковать. Отдала на Кончарову. Ну, а здесь шикарный блок Федоровцевой. 20-21. Перерыв Джильки Булатовича. Качели продолжаются. Никак без них. Короченная подача осторожно. Ну, да. А что делать, если будет укороченная? Осторожно, то это понятно. А что делать? Ну, Евгения Старцева посмотрим, будет ли укороченная или будет длинная. Кстати говоря, у Старцевой всегда была хорошая агрессивная, длинная, низко надсеткой летящая подача. Пока использует Евгения укороченную. Ну, по заданию тренера или по какой другой причине. Да, укороченная. И работает, работает. Осторожно. А вот неосторожно. Надо убрать Енину с приема, поставить ее к сетке. И запретить ей принимать укороченную подачу. А поставить туда принимающего игрока. И тогда все будет по-другому. Как где тонко, там и рвется. Когда-нибудь Енина должна была в этом ошибиться. И Старцева ее добила. Как камень воду точит. Подавала-подавала всю игру. Вот так надо сделать. Убрать Енину с приема. И поставить туда принимающего. Ну, в данном случае Перейра не намного лучше приняла. Но по факту Динамо мяч этот выиграла. 22-21 Московская Динамо впереди. Наталья Кроткова на подаче. Не так давно заменила она Яну Щербани. Уже отметила с положительными действиями для своей команды. Но подача под Копаеву, наверное, не лучший вариант. Хотя Бибина тащит в лучших традициях под Копаевой. Бриссио тоже на месте. Ну, всегда кажется, что очень низко. Но такое ощущение, вернее, по факту происходит так, что за счет этого низко они и выигрывают. Что Бриссио, что Фабрис. Да, потому что Старцева целенаправленно пасует именно по такой траектории. Именно мяч такой высоты. А не ошибается в высоте. Сейчас я это четко видел. 22-22. Кроткова ошибается. Ну, не очень сильная подача. Наталья Кроткова. Ну, надежный, надежный такой игрок. С нормальной психикой, не подверженный там каким-то перепадам. Но в данном случае ошибка трагичная для Натальи. Персональная для Динамо в целом. Возвращается Щербань. Яна Щербань в первую зону на прием. Арина Федоровцева. Отметим ее подачу по первой зоне. Практически всю игру туда подавала Федоровцева. Ну, и тогда принимающим надо быть готовым. Если, как правило, нет. И в шестую может ближе к пятой подать Арина. И чехлит Королева. Ирина Королева чехлит Наталью Перейру. И это серьезно, потому что это два матчбола. Выход из третьей зоны. Гончарова на задней линии. Перейра на передней. И еще Енина. Вот такие адреса у Романовой снятся. Но подать нужно кровь из носа Федоровцева. И Яна это делает. Молодец, девочка. Второй блок подряд на Перейра. Оформляет победу Ирина Королева для своей команды. Как и в прошлом году. 3-1. Но при немножечко при других обстоятельствах. Я об этом говорил в начале. Могу еще раз повторить. В прошлом году не очень готова была Динамо к этому финалу. В этом году и в своем зале в Москве. И все живы-здоровы. Тем не менее, Казань подтверждает свой высокий статус. Ровно с таким же счетом выигрывает у московского Динамо. У них дома. Второй раз поднимет над головой капитан команды Евгения Старцева. Трофей. И два раза подряд. Это серьезное достижение. Кубок России остается в Казани. Московские Динамовки дважды финалистки этого турнира. Вот посмотрите радость игроков. Ну она очевидна, она закономерна. Долго к этому шли. Стремились и добились. Вот для чего спорт. Вот почему он так. Ну казалось бы да. Ну что такое там мячик попинать, еще что-то. Вы не представляете какой путь проделали эти девчонки. Для того, чтобы поднять какую-то там да красивую штуковину над своей головой. Это лишение, это страдание. Это через боль, через пот, через кровь. Поверьте, это все правда, это не заезженные слова. Поздравляем! Казанская Динамо Акбарс и всех тренеров и всех руководителей с этой победой заслуженной. Динамо Казань сегодня было сильнее. Наталья Гончарова сделала все, что могла, боролась до конца. И, конечно, лидер Динамо и сборной России. Ладно, оставим грусть для тех, кто проиграл, а радость для тех, кто выиграл. На этом попрощаюсь. С вами был Павел Борщ. Играйте волейбол, любите волейбол. На следующей неделе финал мужской. Встретимся на мужском финале. До свидания! Поздравляем! Мы еще до начала финала четырех с вашим коллегой обсуждали, насколько тяжело отстаивать титул, чем заново завоевывать. Насколько трудным был этот матч, что получилось, что нет. Подведите итог. Ну, скажу, наверное, да. Может быть, какие-то банальные вещи. Действительно, да. Это тяжелая игра, это тяжелая победа. И она, наверное, вдвойне ценнее. По поводу титула, ну, исторически, в новой истории так сложилось, что мы уже много лет с этим клубом оспариваем и победу в Кубке России, также в чемпионате России. Правда, бывает, конечно, осечки и у тех, и у других. Но, тем не менее, опять же, наш такой достаточно серьезный, принципиальный соперник. И, конечно, я счастлив, что мы сегодня показали такую содержательную игру. Это первая победа о Казани в финале в Москве. Поделитесь эмоциями в целом или еще до конца все не осознали. И, ну, казалось, что по всем компонентам, да, были сильнее соперника сегодня, верно? Ну, вы знаете, я пока про статистику говорить, наверное, и не буду. Это уже отдельная тема. А по поводу победы мы уже не раз побеждали. Это не первый раз, да. И все равно в любом случае, конечно, предыдущие клубки проходили в Казани, те, которые мы выиграли. Сейчас, на данный момент, ну, это не просто приятно, конечно. Ну, это есть определенного рода спортивное счастье, да, которое я испытываю сейчас, на данный момент, за гордость, за команду свою, за регион, за нас. За то, что у нас получилось сделать то, что мы планировали вот на этом этапе. Спасибо, большая удача. Решат Гелезудинов и его эмоции, и не только, конечно же, его. Вообще такая очень спокойная, да, в общем, такая повествовательная речь. И было понятно, что готовились, подготовились хорошо. Это только кажется, ведь мы не видели Решата Гелезудинова ни вчера, ни сегодня, ни только после победы он согласился говорить. Интервью, да, Ирина Королева, или просто Королева, как ее называют, давайте. Да, теперь вы в эфире, и теперь можете поделиться всеми эмоциями на всю страну. Мы вас поздравляем. Насколько тяжелой была эта игра? Непередаваемо. То есть, все равно после вчерашней, ну, по моим ощущениям, когда вчера было полегче, и сегодня это просто прям максимально. Это другая концентрация, это другая команда, и такой счет на табло, это просто удивительно. Вы сейчас до эфира начали передавать привет, и кому бы сейчас в первую очередь хотели бы посвятить, может быть, эту сегодняшнюю действительно крутую победу? Да маме по классике. Мама приехала из Новосибирска в гости на игру, специально на финал, и вообще так рада. Я еще и перед игрой потеряла, и я так, а где мама, и там... Ну, все, Хабаровск, Новосибирск, это потрясающе, спасибо большое. Спасибо и вам, удачи. Ура, спасибо, спасибо. Ну, смотрите, естественно, что счетом не могут быть довольно ни болельщики, ни вы, но что-то выделили бы какие-то положительные моменты в этой игре, и момент отрицательный, откуда был вот разрыв в 10 очков, в общем, подведите итоги матча. Понимаете, в принципе, никаких претензий, девушки играли хорошо, знали все что могут, конечно, кроме третьей партии, эти партии практически были все на равна. Думаю, что в второй партии не использовали шансы на 17-17, несколько доигровок, потом и четвертая партия. Думаю, что хорошо играли на блоке, хорошо играли в защите, конечно, не можешь все поймать защите. Сажало играть с Казанью, это крайние игроки очень сильные в атаке, и играют очень быстро, но кажется, что доигровки не организировали как надо. Можно было и точнее, и лучший выбор игрока, так что, что делать, жалко, конечно. Спасибо, большая удача, спасибо. Спасибо. Спасибо.